Чен А, против Moscow Five они должны были играть, да И Moscow Five, к сожалению, не собралась вообще на этот турнир На лигу, ну или по крайней мере на сегодняшний день этой лиги Не знаю, что они там скатали или не скатали И получили техническое поражение на всю серию Вот, поэтому у нас тут врыв начинается именно с матча КБУ Байбэк Рэдди Почему-то написано на сайте Ликвидпедия то, что против Сибериума они играют Но против Сибериума они будут играть в другой день Я так понимаю, что матчи свапнули местами Вот такие вот у нас пирожки Вот, КБУ у нас откатали уже ряд матчей на этом замечательном турнире в скобочках лиги И здесь они, ну в последнее время, я так вижу, что что-то как-то через полосицы идут Мы с вами видели их триумфальную победу против команды Рейдж И с тех пор они проиграли еще команде Каскей со счетом 2-0 Но там реально приличные парни, им грех было проигрывать команде КБУ А что здесь у нас будет, на самом деле сказать, довольно трудно Хочу посмотреть некую турнирную таблицу для того, чтобы понять, какие результаты у нас у команды Байбэк Рэдди имеются И у них результаты, кстати, очень хорошие, реально очень хорошие У них имеется три победы И одна из них со счетом 2-1, все остальные со счетом 2-0, поэтому не набрали 8 очков Это, если что, в несколько раз успешнее, чем то, как выступили КБУ Потому что у КБУ имеется 3 победы, 5 поражений и 10 выигранных и 11 проигранных карт, соответственно То есть тут некоторые издержки имеются Давайте перейдем к пикам, поговорим о том, что мы здесь видим И я вижу бабку, которая мне очень-очень нравится У нас в прошлый раз Гадем на бабке играл и всем лица разорвало И это было очень-очень круто Что будет в этот раз, конечно, нам знать не дано Но я вижу еще и Чена Чена замечательного, который Тут, скорее всего, себя на пятерке покажет И будет в руках богоподобного НС Как оно будет на деле, я, конечно, не знаю Да, запись под стримом я сменила Спасибо большое, что сказали Да, здравствуйте, мои пиворожденные То, что пришли сюда И мы видим еще... Кстати, то же самое мы видели от команды Рейджа, Марса и Рубика Когда они начинали каточку Первую по счету, по-моему, против КБУ Абсолютно такой же сетап Правда, здесь добавился аппарат на пятерку И, что интересно, уже в бане воет Хотя этих персонажей брать вместе довольно часто любят Но очень хорошая пятерка Очень надоедливая на линии Все-таки довольно много урона с член-тача И как бы при переработке этого член-тача не говорили, что герой это сделало хуже Пикрейт у него, ну, в целом не изменился Может, мне кажется, даже чуть-чуть поднялся Незначительно в турнирной мете персонаж появляется не очень часто Но я думаю, что все еще впереди Его золотое время будет наступать когда-нибудь на мажоре На мажора, кстати, не так уж и далеко Даже не подготовилась Извините, товарищи, конечно Здесь играет 16 команд И все они, ну, скажем так, без громких достижений, скажу помягче И поэтому о них какого-то богатого багажа знаний у меня нет А матчи идут при этом каждый день Так что сорян Сорян, если вы считаете, что это все мешает трансляции Но все есть, то есть, ребят, с этим не играем Спектра у нас появляется от команды КБУ Тоже не сказать, что какой-то очень метовый и популярный персонаж по пикрейту Но он есть Хороший хардкер исполнять на нем у нас будет Я, кстати, не знаю, кто вот этот барабан Я так понимаю, что это у нас не Sunlight Так что как-то да Ну, по идее, не Sunlight По-моему, был какой-то отдельный человек-барабан Где-то в каких-то командах видела Но не факт, опять же Я думаю, что кто-нибудь из вас заглянет на стрим NS и скажет мне уже сам Но составчик, так получается, видоизменился И, видимо, этот барабан будет играть на спектре Потому что до этого у них Sunlight рвал всех На свои позиции Хотя, может, это просто другой его ник Слардар появляется в харду И, по-моему, Snapfire со Слардаром Это и было то, чем играли у нас товарищи на харде Пытаюсь вспомнить, о чем был прошлый матч Но вообще неважно Потому что Слардар со Снэпкой Довольно популярная связка была На последних турнирах На Мэдмуне очень часто банили, что Слардар, что Snapfire Потому что ранее мы наблюдали Как все подряд Берут этих двух героев Но это стало очень сильной линией С тех пор, как Snapfire ввели вообще В Captain's Mode И тогда Произошел ряд фиксов В последнем патче Не очень сильных Ни для Snapfire, ни для Слардара Но эти фиксы были Не знаю, насколько это сильно снизит винрейт связки Но харда из них очень ужасная получается Нужно еще подумать, что здесь будет на легкое От Bayback Ready Вот есть Ember Spirit Но не факт, что он пойдет на легкую Он может пойти на мид А может и наоборот Товарищ довольно непредсказуемый Так, так и был топ-4 Да здесь на самом деле очень трудно оценивать Вот эту турнирную таблицу Потому что очень большое количество игр Каждая команда по итогу этой лиги Сыграет по 15 игр в группе И кто-то уже сыграл, условно говоря Ну не 10, но там Игр 8, а кто-то сыграл 3 И у кого-то может быть топ-4 Просто банально Потому что он уже игры наспамил Черт и сколько А вот у КБУ как раз таки проблема в том Что они уже несколько дней подряд катают Уже, наверное, дней 5 И тут, к сожалению, немного трудно посчитать Ну, допустим Шава на тарелке Они же Киберворлд Которые немного переименовались Они сыграли 5 игр И заработали 13 очков КБУ сейчас сыграло 8 игр И они заработали 12 очков Ну и чё? Что вы скажете? Как вам такое, Илон Маск? Описание стрима обновило Вы обновите страничку F5 И оно обновится Санвайт улила в тиме Он и так улила в тиме Но в прошлый раз Когда мы с вами были свидетелями этого матча Он был на месте Ну, то есть у него был на прематче Матч против ВП А потом после этого он пришёл сюда И скатал, ну, вот, катку с КБУ Здесь-то его ничего не сдерживает Просто с друзьями покатать Просто, может, у неё сегодня времени нет занято Или чё-то такого плана Так, Шэдоу Финд появляется ССФчик Кстати, не факт, что барабан Будет играть на спектре Почему-то мне кажется, что я о таком мидере где-то слышала Вот есть у меня подозрения Но вообще ССФ это вполне герой скандала Так что я думаю, что я ошибаюсь Байбэк Рэдди Решение за ними Эмбер и Шэдоу Финд Судя по бану, всё-таки верят, что это именно будет эмбер на миде Я тоже пока к этой мысли склоняюсь ССФ не сказать, что суперсильно ему как-то помешает По крайней мере, золото выносить Но вот что делать с СНФАЙР и СЛОРДАРом Аппарат точно там будет кусок мяса Но он хотя бы может с ринжи стоять и спамить периодически член-тачем И не подставляться, а вот что будет жить Ферраблейд Фигня на самом деле Не будет он жить Он супер тонкий стал на ранней стадии игры Но с другой стороны, его плюс в том, что он может дожить до левела пятого на линии И поэтому, я думаю, его взяли Чтобы после этого пойти с иллюзиями лес в армии Даже до четвёртого, я думаю Просто будет немного медленнее Взять иллюзии на троечку и пойти разваливать лес Барабан вчера на первой позиции был Да, кстати, значит Значит всё, значит вы правы Просто пытаюсь вспомнить, где же я его видела Но, к сожалению, скорее всего это было где-нибудь на квалификациях На какой-нибудь Киффси Баттл или Кубок России И поэтому мне недавно будет вспомнить вообще, откуда он Даже если он где-то играл А может это вообще другой барабан Потому что есть ряд товарищей, которые вообще Ну, не под одинаковыми, но под очень похожими никами играют Так, а что, кстати, у Moscow Five я хотела посмотреть А, у них есть одна победка Только они с 2-1 счётом её закончили И какое-то поражение А, нет, 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 нет Тут вообще у них какое-то идиотское Расписание получилось У них две победы по 2-0 Одна тех победа Как странно это выглядит, на самом деле А, нет, вот вижу, да Два просто поражения Один техвин И один техлуз То есть они всё-таки два раза заходили Видимо, они некогда существовали здесь Но вообще это так-то команда, где Форс играет Ваш любимый комментатор-аналитик Dota 2 Поэтому я думаю, что у него можно будет запросить Где его команда находилась сегодня И почему они не собрались Но учёт побед у них нет Есть 3 очка, которые имеются Это у них за победу Техническую победу Которую все заработали абсолютно За то, что ливнула с лиги команда пули на вылет Прошла эту лигу на вылет, так сказать Его скандал не пустят Ой, ну это мы можем обсудить Я думаю, мы можем об этом поговорить Со скандалом На самом деле, вот плюс таких лиг огромный То, что здесь играют игроки Которые не сильно применены ещё Тренировками и прочим И всем можно написать Все можно спросить и лично узнать А ещё иногда здесь только реша играют Тоже приятно Ещё быстрее можно связаться Так, ну что, пока Стадия разбора руны у нас будет Без приключений Судя по тому, что я вижу Камарт у нас будет стоять На Эмберспирити мид Тут уже пошёл Энесс развлекаться Что-то у него тут какой-то Парк развлечений пошёл Он решил то ли поснайпить курьера Постоять, то ли это у него Такой суперобходной путь На лёгкую линию Но я думаю, что курьера подождёт Терять нечего Жизнь долгая Кто понял, жизнь Тот не спешит А, кстати, вот курьер пошёл Воу, быстро Видимо, с баунтосов Там что-то было куплено А Энесс его прошляпил Ну, он, скорее всего, ничего не видит Я очень боюсь Освещение переключать Ну, точнее, не скорее всего Он точно ничего не видит Вопрос только До какого тайминга он решил стоять Вот сейчас выходит Вот сейчас выходит Видит Найс Ещё и пачку крипов Увезёт Чуть было не пропустил, кстати, курьера Нет, пачку везти не стал Это действительно было бы, наверное, слишком нагло и рискованно Да и нет в этом смысла Потому что скандал бы Остался без каких-то крипов На какое-то время Ну или они пришли бы к нему попозже Под тавр Как это могло бы быть Если бы Энесс вот Где-то вот там Вот такой вот путь прошёл бы И то это всё при условии Что Эндерспирит его отвлекать не будет Ну или не сможет убить Пока он вводит печь крипов Подпись по стриму КПУ против Москва А, да, понял Я Москва у нее Всё, извините У меня проблемы с глазами С головой немного Так что За такие Конкретные уточнения Спасибо Могло быть хуже Так, ну что У нас Харда Марс и Рубик Ну, мы видим то, что это стало популярной связкой на линии Марса как-то резко начали снова сильно ценить Примерно так же, как это было, когда он только появился в Капитнас Молде Сейчас он снова потихонечку возвращается в Меду Много связок, с которыми он хорошо работает Много конструкций Здесь их на самом деле Не сказать, что огромное количество тут А, нет На Меде проблем нет Даже побольше их было у Террора Но Дредд вижу то, что помучил уже С Гаддемом Террора Вот, в чем вопрос Много связок, с которыми работать Но здесь, по сути, из таких вот прям рабочих Ну, в принципе, фисты хорошо ложатся То есть, если будет здесь работа по сборке у Эмбера через фисты То Это будет все хорошо Тоже давать свои плоды Ну, вопрос по предметам больше Что он там будет собирать Также у литмейт аппарата Ну и, наверное, все Так, тут что-то как-то пострадал Эмбер Унижает скандал на Меде Действительно унижает Видим, по крипам уже огромная разница И она здесь вызвана явно не тем, что крипы под Тавр еще не дошли Скандал отлично добивает сейчас Но подрубает Ищет Эмбер Спирит И начинается душка ответная Комфорт Хорошо Кстати, это было не очевидно Тоже спасибо за подсказку Жаль, мне мой вариант, кстати, немного больше нравился Ну, ладно Ну, по крипам, видим На Меде просто унижение Продолжается просто унижение И причем это еще Скандал не пошел в лес Что-то добивать Потому что в лесу там Довольно быстро они умирают И Это число, соответственно Становится больше уже С технической точки зрения А здесь по фактам По фактам разваливает Гадем Вот тут бабку гоняет Эши Тепарейшн И Видим то, что пока Ну, в целом бабка чего-то побаивается Ранжевик, да Причем Мангусов набрал достаточно То есть уже готовится к тому Что придется поспамить скиллами И это действительно так придется Так, пошла печенька Подстанили аппарата Есть еще остан Продлевает И вот минус пошел Да, связка по-прежнему работает на ура Именно из-за очень долгого чинин стана Который делает Гадем с дредом Так, тут тычка осталась, да? Да Тычка дарбашем Ну и снэпфайр Насколько помню У нее порезали как раз Такие длительность печеньки На первых левелах Длительность стана с печеньки И демэш с ульты И вот видим то, что печенька Пока не подходит совершенно Так, еще нужен дарбаш Лицо Отлично Ништябарейшн Еще тычечку бы Кулфит успел дать Но дред должен успевать Убежать до того, как замерзнет И еще и Тираблейда прописать Ну пока видим Слушайте Мне кажется, я приношу Немного удачи к БУ Потому что у них начинается Развал по леньям Когда я их смотрю Потому что вчера я не знаю Как мне там 2-0 проиграли Москва Байбек Ну, ребят, вы что Никогда не слышали Про изменитый Москва Байбек Еще пошло Ну, это реально Душка Вот что с таким делать Ты просто качаешь По сути Ну, 2-е даже левел Можно было начинать Но там баш Так бы не пробивал Хорошо пошло Слишком силен Слардар не из-за Всех там Речек Скорости передвижения И прочего А из-за того Что у него есть Контролируемый стан Единственный в доте Контролируемый стан И интересно Всегда было Когда эту технику Для Слардара сделали Будет ли она продолжаться И Ну, вообще Вся эта история С такой техникой И распространяться На других персонажей Но, как итог Механика такая Осталась только у него То есть Ты фиг знает Когда получишь Крит на Фантомке Ты фиг знает Когда получишь Баш на Баратруме Сетку на Тролле Но зато ты всегда знаешь Когда у тебя баш На Слардаре Ну, кстати Он Можешь прописать Камчорт Называется Слушай, вот это Прям топчик Мне кажется С таким ником И на Инте Не грех выступать Так, ну что Пока видим то, что Душка началась На линии Действительно Очень неприятно Давайте посмотрим По общей ценности Что у нас сложилось Ну, и тут, в принципе Очевидная картина Что у нас по баунт Тосам было Два на Два Да Ничего интересного По баунтосам Очень Приличная разница Получилась на миде Между Камчортом И Шедофиндом Нет, слушайте Мне нравится Я такая оставлю Тут Также проблемы Небольшие Траблейды нарисовались Но тут понятно Что нафраговал уже Слардар Поэтому это Очевидные проблемы Связка вообще Ноль скилла требует Бери И пинай печенькой А сейчас видим то Что их уже побаиваются И начинают отлично Пулить Хотя нет, не отлично Сейчас обратно Вене запушится Хотя тут, возможно Был бы какой-то Хитроумный пул Вообще никакого Пула не будет Потому что Видимо здесь был Заблочен Спаун Есть такое подозрение Я не высказываю Своё мнение 3к помойки Я наоборот Стараюсь только Статистикой общаться И пошло дело Террор Снова баш прописывает Ещё станчик Причём в этот раз Сразу со станом Не торопились То ли не ожидали Хватит них там Дэмэджи или нет То ли просто решили Немного поиграться Но видим то Что всё равно Свой эффект они получили Но пока нет У Сандера У Террора Ясное дело Что защитить себя Он вообще никак не может И мне кажется Что пора бить тревогу Две смерти от Террора Ещё две было у аппарата И... Но это явно Никак не закончится Нет никакой возможности Технически фармить У Террора на линии И возможно Он просто пойдёт в лес Да, он пойдёт в лес Ну мы предполагали Четёртый-пятый левел Вот в принципе Четёртый левел Ну можно пофармить Да, тем более у него есть Метаморфоза И он может Какой-нибудь Один левел Уже с неё взять На инчинках А потом уже с пятым Спокойненько с иллюзиями фармить Ну раскачка В принципе этому Благоволила Так что Камчорт попался Это минус Бабка пришла Порядок навела И кстати Скоро у неё будет шестой А это ещё плюс проблема И возможно Они сейчас могут пойти Поискать Даже кэри команды Байбэк Рэдди Но вопрос Повижен Об этом варде Не подозревают Я так понимаю Бабка только что По пути подставила Здесь было нечто Перебито На миде кстати Тавр выносится Вот В общем Нужно как-то Побезопаснее Лес сделать Для тераплейда Ему тут явно Сейчас находиться Не в кайф Или может Просто уйти на троечку Хотя там тоже Не сказать что Очень безопасно Но по крайней мере Варды Не так сильно нужны Можно и таврами Обороняться Движеном от тавров И подходит Но теперь Проблем небольшие Будут у Эмбера Потому что он тоже Я думаю Не прочь был бы лес Пофармить Но теперь эти споты Будет занимать Террор Который поближе к миду Так как здесь Очевидно безопаснее Ну и помочь Смогут С большей долей вероятности Так у нас появляются Кстати Нейтральные предметы И для команды Сил света Это Ведьмина палка И Сердце океана Со стороны команды Сил смы Это Ведьмина палка И манговое дерево И там кстати Какие-то массовые телепорты Пошли на захваченный Аванпост И пошла печенька Подцепили аппарата Ну плохо и что конечно Но Он кстати все равно ушел Благодаря тому что Арену поставил Марс И драка продолжается Марса тоже не убивает И Мортимер Кисос Работает очень больно Терраблейду Его кстати дострелят Ви Ну догорел Догорел И так же с Марсом Я думаю здесь произойдет Да это минус 3 В общей сложности Так и никуда не ушел аппарат И Растет Растет сноубол Задержка 10 минут Нет У меня минут 2 Но я могла просто Долго тупить И встать Я не каждую секунду Альтабыч Так ну что Эмбер Спирит Восьмой левел У СФ Десятый Да Мид в Салатье Проигран Эмберу трудновато Придется Потому что скорее всего На него была большая надежда В мидгейме Это тот персонаж Который может собрать себе Условно один Мулстром И с ним уже выносить Что-то начинает Ну или хотя бы Дживилин сейчас Условно говоря На 11 минуте А вот в случае с террором Там нужно слота 3 Прежде чем Действительно Начать демэш носить И при этом Не помирать в файте А здесь не то Что о трех слотах Здесь даже о шестом левеле Речи не идет Шестой левел У Кэри На 11 минуте Еще не появился Это Вот что страшно Как говорится И вопрос Как они сейчас Будут пилить фарм Вопрос Насколько быстро Они смогут Расфармиться И вопрос Что конкретно Будет фармить Сейчас терраблейт Ну по хорошему Начинаться все будет Все равно со статов Может какой-нибудь Драгонлендс будет Хотя он актуальность Несколько потерял За последние полгода А вот там печенька пошла Комыча Ну должны были подстанеть Хотя я что-то стану Не заметила Но у меня руки кривые Возможно будет сразу Там Монта Или Саша Яша Что он захочет Выбирать для себя В принципе здесь Монта Не помешает Но Саша Яша Тоже не помешает Но я думаю Что все-таки Монтана Как-то Побольше опций имеет Там всякие бабочки Возможно БКБ И я считаю Что здесь это Своего рода Масхэп Потому что контроля много Ну и всяких гадостей Типа замедления И прочего А для террора С его хпшкой Это очень критично Ну и армор Его пробивать В принципе-то Разве что Спектра сможет Хотя я думаю Что у СФ С такими амбициями Хотя нет Пока он Вижу то что На мак проказ Собирается Но он довольно Неплохо Так уверфармы Поэтому может Собрать сначала Юл А потом пойти И физуху Работать Ну у него есть руки Опять же физуха хорошая Зависит от того Какие таланты Он будет качать Мы узнаем Что он будет Все-таки упираться Потому что возможно Этот Юл Септер Он как раз таки Для эрлигейма А дальше уже Все что угодно Так, Гадем Отжал волка Не отжал Испугался Кэрри У Кбг Это что за команда Кбу А, видимо Вчера тоже Он играл с Кбу И вы поэтому говорите Да не, нормально В принципе Даже не важно Что у него происходит Самое главное Что есть Отличный Отожженный Сладдар И точно такой же СФ То есть по сути Если здесь Спектра так и не появится В этой игре По факту Сейчас ее нет Но это Спектра Это нормально Для Спектры Не быть в игре В этот момент А фармить минут 30 И Ну, видим то Что тут вполне И без нее могут На хайграунд зайти Если там Эта Спектра Имела бы какой-нибудь Радик условный К минуте 20 Какой-нибудь И могла бы нажать Ультимейт Когда они заходят На хайграунд Возможно Это даже то Было бы Что Нужно команде И все От нее Возможно Она там физически Не нужна была бы Но у нее сборка Довольно интересная Там, кстати, бабку Комыча задушат Да, у нее хэпа Очень мало Она должна Просто от ульты погибать Но ее дожег Дожег Комыч 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 И это довольно серьезно По золоту Должно Спустись Небес На землю И видим Только фраг Один На Слардаре Бабка не засчиталась Но я думаю С нее тоже Там около Пятиста Должен был Получить Ну да От КБУ От КБУ Все там Минорные Буричи Они действительно Очень много Катают В такой Нон-про Сфере И вопрос Больше к тому Что Насколько Здесь таких же Как КБУ Которые относятся К игре Так же Как КБУ Так Скандал Задолжил Урон Но дебаф Получил И пошел Ультимейт Агадема Отлично Настреливает И кажется Здесь проблемы Будут у Марса Его зацепили Башем И дальше Сбивать будут Уже с ноги Хотя Дред решил Переключиться Почему-то Бросил Марса Хотя Комчерт У нас Фулл ХП И его Зацепить Будет труднее Но судя по всему Нет У него есть У него есть Нормальный ремнант Он может уходить Вообще не понимаю Что случилось В том случае С Марсом Может он просто Его не догонял Хотя Он сменил Траекторию Бежал сначала Вот так Точнее Вот так Бежал И свернул Сюда За Марсом В общем Интересная История Интересная Так и Интересная Ну и Кэрри Соответственно Они взяли На замену Того Кто там Кто у них Был в Френдлисте И согласился У них Скатать Кац В определенное Время И все Вряд ли Они там Как-то Очень Ответственно И очень Жестко Подходили К выберу Кэрри Тут кстати Тем временем Т2 вышка Упала И уже Небольшие проблемы С Т3 стали Я так думаю Что это была работа Терраблейда Который сейчас Все таки Выносит Монтостайл Решил сразу Пойти с козырей Ну Размен Т2 На Т2 Ничего особо Страшного Для КБУ нет Вопрос только в том Чтобы застать момент Когда еще Террор слаб Пока не такой момент Имеют шанс застать И мне почему-то Упорно вспоминается Где-то прошлый сезон Примерно Первая половина Прошлого сезона Когда Террор был Супер в мете И Резолюшн был Супер в мете И Террора Любили брать Унижать на линии Он действительно Там был унижен Примерно так же Как здесь А потом Забывать на него Минут на 20 25 И он потом Почему-то Выходит с четырьмя слотами И все И минус игра Для тех Кто против этого Террора играет И здесь Такая же ситуация Может сложиться Мне кажется Что настало Время решительных действий И что-то сделать Потому что лес По сути не отжат Вижен стоит Можно там пофармить И чувствовать себя хорошо Вон даже Эмбер Это и делает Но Эмбер немного Не считается Потому что Он уйти может На ремнантов Но я думаю Что помощь там Можно какую-то Дождаться Так Здесь у нас Сбой не происходит Снова Дреда зацепили Снова через арену Снова через Унту аппарата И нашивает бабка Поцелуи отправляет В свет Но эти поцелуи Никто не оценил Сельская раша На этой стадии Игру заканчивать должна А именно кэри Не она должна А именно кэри Так это Не имеет Ну и то что Не имеет значения Моя речь была не о том А Скорее в степь того Что они могут Закончить до того Как спектра Ну по факту По таймингам Должна будет включиться В игру Но к сожалению Сейчас я отказываюсь От этих слов Потому что Я думала Что они продолжат давить А они что-то Как-то фиданули У них темп резко спал И у меня очень большие сомнения Что они Не столкнутся с террабейдом Расфармленный в этой игре И что Им не понадобится Помощь спектр Так Ну что Проблемы аппарата Заканчиваются В таверне И так же пошел уже В бой мы видим Марс На смертный бой Но проблема Действительно Серьезная кстати Потому что Пока я наблюдаю То что спектра Отлично Выносит лицо Даже с одним Мотостайлом Спасивочки работают Это свой Отпечаток накладывает И интересно Что там кстати Север у нас собирает Он делает БКБ Ну пока конечно Такие у нас Артефакты Все У нас же хотелось бы Интересных игр Да Да Ну я понимаю Все ваши чаяни Я понимаю Ваше разочарование Условно говоря Когда эта команда Проигрывает Потому что хочется Какой-нибудь Истории В стиле Старики Тряхнули костями Собрались И там Взяли топ 1 Инта Конечно Всем хочется Такой истории Уже Всякое у нас Бывало на просцене И История Золушки В случае с OG Как ее называют И Когда какие-то Вообще люди Казалось бы Аутсайдеры Проходят И выигрывают Что-либо значимое И Такие вот Интриги бывают А вот чтобы Какие-то Старики спустя 10 лет Вернулись И развалили Всех Это Был бы интересный Поворот Но к сожалению У стариков Энергии не хватает На такое Ну и мотивация Наверное Опять же Мало кто Играя в доту 10 лет Так же хочет В нее играть Как будто Открыл ее В первый раз Ну ставьте плюс В чат Конечно Если вы Именно такой Человек И Будем собирать Команду Не врываться На инт Так там Опять проблема Пушится Линия Пушит ее Террор иллюзиями И Медич Медив Медив ее Помогает пушить Медив Эйч Ну что И опять мы Видим Подфидон Я не знаю Кстати Что здесь И нас забыл Видимо Вот эти товарищи Его сопровождали Но они забили на него Когда Камчорт Пошел в атаку Гадем Опять зацепили Снова через арену Вот пока Видим то Что больше всех На линии Обижали Вайбэк Рэдди Вот Это бабка И вот эта селедка И сейчас Они именно Их скаутят По игре Ну по крайней мере Они чаще всего подставляются На самом деле Это может быть связано С тем Что они самые жирные По факту Пока что в этой игре Ну бабки уже нет Но на старте Силач такой крепкий И они просто Переоценивают Свою жирность Так скандал Ульта пошла И кажется Здесь уже Марс не уйдет Никуда Поможет ли ему кто-то Камчорт не знает Делать это или нет Но немного Фистами нападал Молния так и не прокнула И это проблема Потому что Скандал слишком долго умирает Все таки Получилось его забрать Через ремнанты Еще немного поцарапал Снова молнией Нет Ну а НС Сказать тоже Нужно погибать Ну нет Он жмет меку У него еще есть ульта Он тоже ее не жалеет Для себя любимого И дальше пошла печенька Медив А что он так далеко забрался Слишком далеко был В итоге ничего не сделал И просто умер Духой сюда барабан Через ульту Пытается выбрать себе жертву Но как итог Расстреляли Через ульту Поцелуй у Мортимера Еще и мидера команды И погибает Помимо этого Еще и пятерка В итоге остается в живых Только террор Который вообще В драке участия Толк не принимал Его там не было Но он ведет себя так же Как вел себя барабан Первые минут 15 Играл Он просто пармил АФК Но это ему и необходимо делать Не знаю стоит ли того По факту Четыре смерти В его команде Чтобы пармил Спокойно террор Вот эти вот Полторы минуты Пока идет файт Но Возможно стоит Так или иначе У него БКБшка Потихоньку появляется Остался рецепт только Я так думаю Что закупаться он будет Здесь не оставляя На байбеке Потому что предмет Важнее считает Для себя По крайней мере Здесь всегда так делают И НС Отхватывает аванпост Был один аванпост В этот раз Кажется У байбек рейди И они смогли Экспо получить Так надоело Недооценивать КБУ Хорошо Можем Хотя нет Я так однажды Поспорила на стриме Мне потом Режиссер Высказал за это В общем Я признаю Что я не права Если у нас Эти товарищи Выиграют лигу Тут я Насколько знаю Плей-офф будет проводиться После групповой стадии И первые два места С плей-оффа Будут проходить В высшую лигу Ну то есть В игры считается Первое или второе место Ну хотя ладно Давайте для начала Плей-офф пройдут Они проигрывают С тремя картами Вот последний раз К сожалению С двумя проиграли То есть Они нолишков получили Против Хаскейт Гадем Плохо Гадему конечно И кажется Прилетело Опять Печенька Против него Дред пытается Отбиваться Потому что Уже подходит Его команда И он может Суметь задержать Марса Соло конечно не убьет Но башки работают Есть замедление Теперь уже от барабана Приходит И пошли Пошли У нас атак С дефузами Дефуза очень больно Делают Это факт Манабрейк работает И нашли Камчорта Но он Уходит отсюда Пока что уходит Хотя никуда он не уходит Скандал Подцепил его наяву И разобрался Утимейта Это было Жестоко Ну и снова У нас получается Такой файт В котором сольется Вся команда Кроме террора Который вон там В своей атмосфере Чилирует Ну и Снова Дилемма Второй подфитон Подряд И триплкил С пик 3 Ставал того Чтобы спокойно Пофармил Минуту террор В этот раз Я думаю Что уже точно нет 9000 преимущества И это не то Что переворачивается Одним персонажем И четырьмя Нафидившими Людьми Которые не имеют Ничего за душой Ну а по факту Так и есть Потому что первое место По фарму террора А остальные Очень сильно просели В два раза меньше По сути Практически денег У второй позиции Чем у первой И это нездоровая разница Рыночек Решает ли В чем задумка Ванпост на первой минуте Дарун захватывать Я обнову не читаю Но часто в матчах вижу На самом деле Для меня это тоже Немного вопрос Потому что мне казалось Всегда Что это для того Чтобы первую кровь сделать Но на деле Никто даже не пытается Потом идти и убивать То есть даже агрессии Какой-то от команды Которая его захватила Нет Возможно Действительно Там надеются Что кто-то по конету Начнет тут же Его перехватывать Хотя в этом смысла Совершенно никакого Все равно до десятой минуты Это ванпост Это просто здание На которое можно ТП шнуться И Ну возможно Рассчитываю Что там кто-то подставится Кто-то резко сделает ТП Но ТП довольно долго Делается через Все это дело И Как-то с этим поработать Но Сколько не захватывали Ванпост Почти всегда это делают На начальной стадии игры Я ни разу не видела Чтобы таким образом Было сделано ФБ На прост сцене Но опять же Я далеко не все матчи На этом свете видела Так что Возможно где-то Это сумело произойти Так Осталось последнее Т2 вышка на миде Но Предложить Что могут Ребята Аегис Они могут предложить Который еще В строю Он будет в строю Еще минутку С небольшим И я так думаю Что настало время Выкатить барабан Вперед Потому что Дредд Видимо удар не держит Ему БПКБшку Но у него долгий БПКБшки Сначала решил Лужу себе собрать А потом уже Делать какие-то артефакты Которые Мастхэв Как бы для этого персонажа Снэпфайр тоже Она уже и не должна По сути быть впереди Она должна Стоять за 2 экрана И ульту швырять Улетает террор И он просто неуловимый За все 26 минут игры Я не знаю Он ушел с линии На 6 минуте 7 Даже Мне кажется Пораньше В общем 20 минут где-то Его вообще Никто не искал И его час Его судный день Еще настанет И видим то Что он настанет Скорее всего Уже с появлением бабочки 10 секунд на БКБ Это уже отличная заявка Потому что Его армор Пробивать Без диффузов Будет гораздо труднее Ну Тут я думаю Что Все равно Будет непросто Опять же Она башер собрала Опять же Дисперсия Может Несколько попортить Атмосферу Но Ну Дизалейт Но надо по факту Увидеть Насколько больно Она его будет пробивать ХП-то 1800 Кот наплакал Ну бабочка Конечно Да Она тоже Ловко все дела Но Миссии могут решить Так Барабан Он пошел как раз Решать нашу дирему По поводу того Насколько больно пробивает Ну сейчас еще БКБ не прожат Бабочки нет Поэтому пробивать должна больно Да Врывается уже со станом И наконец-то Наконец-то Террор Нашелся в этой игре Для команды КБУ Он БКБ прожал Но что-то не работает Это все дело К сожалению Все равно контроля Более чем достаточно Там башер Который мы уже видели К сожалению Да И башу С лордаром Так НС Зацепили Попытается скандал Немного помочь Там Митив ультанул Он когда-то скандал Успел ульту украсть Кстати Мы еще не смотрели Что там по Сердва шмоткам Давайте посмотрим Пока есть такая возможность Ну вот наконец-то Спустили с небес на землю Террора Но это не сильно Решает пока что Потому что на хайграундке Заходят За 22 секунды Зайти точно не успеют Ну или если успеет То сильно Не пробьют ничего Хотя может Т-3 вышечку отдадут Я хотела шмотку посмотреть Гроу-вол Который лежит Здесь дело Ну да Уже паладин спорт есть Ну а остальное Все так Интересно Глип еще есть Так что точно Должны дождаться Т-3 вышка живой Террора Ну и должны Кабулусами отойти Так а здесь Кукин Чарм Который не хочет Брать себе СФ Потому что у него Шаль Хотя мне кажется Что Оно того стоит Чтобы поменять И НС Носит с собой Все остальное Просто как жадный Еще бы сказал Что уйдут в монасты Если сборная России По футболу Выиграет чемпионат мира Ну так По факту надо Оценивать Я говорю по факту То что Команды здесь есть Которые лучше Исполняют Они скорее всего Пройдут А эти нет Просто моральное преимущество Захватывать ванпост Чтобы задавить моралью Слушайте Тут Интересная теория Дефенс Больше чем Плей-офф Акваторика Да 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 вот в этом Проблема что С тех пор Как дефенс прошел Кровь поостыла И на войну Уже не так тянет Ну что Тут уже Так-то Никакого Аегиса нет В помине И скорее всего Надо дожидаться Рошана И я вижу то Что здесь НС поставил Сентряк Но Апса нету Ну и не будет Потому что он Под этим всем делом Стоит И он просто Не может сбить Все что нашел А его Вардс обьют По идее Да Хотя он стоит Вроде как Вне зоны Досягаемости Нет Должны сбить Я просто пытаюсь В таких мешанин Не попасть На Центре сил света Вот Нет Не достает Не достает Так Проблемы Марса будут Сетка его накрыли Дретт его накрыл Амурти Маркисис пошли У Дмитрия нету Даже намеку на БКБ Даже на будущее БКБ намеку нет Еще и Байбета нет Вот это совсем провал Давайте посмотрим На состояние выкупа Вообще У кого выкупы есть И есть он только У Камчорта И пятой позиции Ну камон Понятно Там террор Он пытается Шмотки вынести Остальные Они что выносят Так Проблемы у аппарата Снова Ну у него Байбет есть Мы это уже отметили Так что Питамул Но он уже Ульту спустил Поэтому От него Втулку будет маловато Он подойдет И снова умрет Ну и втроем Уже никак не задавит Проблемы Забирают вторую линию И на третью Покуситься уже не смогут Потому что все будут живы Можно развернуться Рошана Пойти будет забрать Он как раз в том момент И должен будет появиться Можно Подраться Но что-то драки Пока у нас Кабуу доджат Они больше Сами нападаторы Не любят Оказываться В той ситуации Где им эту драку Предлагают Бесконечные баши Ну так Когда у тебя Два персонажа Которые эти баши Испускают То Это действительно проблемно Кстати Дособирать Из этого Барабан Не решился Супербашер И он просто Выходит В бабочку Он уже вышел И остался По фигне Ну как раз Рошана можно будет Забрать И купить Но тут На Рошана Никто не пошел Видимо на этом Рассчитывали у нас Ребята из Байбэк Рейди Но Видим Что вообще В другом направлении Оказалась команда КБУ То ли Прочитали На скелет Опять же То ли они Решили Что все подходы Следующий И это Действительно Для него Минус И у него Кстати Езинство Байбэк Есть Остальные Все Так и не смогли Нафармить Ничего Ну В принципе Когда они Должны были Это сделать Не ясно Работают Теперь уже Против Дмитрия Дмитрий Также отваливается Байбэк Есть от помощи Но слишком поздно Зато Ультра Килл Для Барабана Что ему Тут делать Не захотелось Так Ну и падает У нас Трон Все Я думаю Это Двешка Все таки Не смог Здесь Террор Показать Себе Ни в одном Файте По факту Мы увидели Его Вживую Один раз А сейчас Он где Сейчас Он чилит Сейчас Он уже Чилит Да ГГ пишет То есть Террор Он так и не включился В игру Если Барабан Он начал В какой-то момент Воевать с командой То абсолютно Все драки Проходили 4-5 У команды Вайбэк Рэдди Было ли это Ошибкой Не ясно Было ли Это правильное Решение Также не ясно Деньги По итогу Террор выносил И выносил Реально хорошие деньги Но С этими деньгами Сделать ничего Не смог И по сути Дофармиться До того Чего хотел Он тоже не смог В идеале Конечно Да Как бы это работало Он бы Взял себе Манту Бабочку И БКБ После этого Б пошел Драться И был бы Так что бабочки Ему не хватило Немного В тот момент Когда драки Уже начались Точнее начались Они еще раньше Где-то на слот Раньше Когда он еще Только БКБ Собирал Но сейчас Видимо То что бабочка Оказалась для него Не панацеей Просто потому Что вся команда Сдохла Вот такая вот У нас каточка Получилась солидная Это первая игра Бест оф 3 серия В итоге у нас здесь Будет то ли 2 То ли 3 игры Мы посмотрим Опять же Если КБУ возьмут Эту серию Со счетом 2-0 Они заработают 3 очка А не 2 Что плюс Где ММР-турист Я так думаю Что он сейчас Где-то в туристическом путешествии На буткемпе В команде Лила Хотя не факт Не факт Это так у меня предположение Возникло Но Хотя к чему им сейчас готовятся Может к квалам Они же по идее Сейчас со своей командой Лила Должны будут катать Опенквалы в СНГ А не в Европе И в Европе Понятно И они Будут иметь Сколько времени Там где-то 28-го что ли Числа Ну да Рановато еще Для буткемпа Скорее всего Он просто занят И не пришел И в ближайшие дни Мы его увидим Но я думаю Что буткемп По поводу квала У них будет Поэтому с какого-то момента Сонлайта Мы станем Видеть реже Просто на зачилке Видимо Позавчера был В КБУ Да Ну я тоже думаю Что скорее всего так Но тут говорят Что он уже второй день Не катает Ну может он уехал Куда-то В общем фиг знает Информации никакой нет Я думаю Вам легче будет спросить На стриме ОНС Зайти Он эту игру стримит Просто с некоторым Большим дилеем Хотя я не уверена Что он вам ответит Но может быть Вам повезет Ну ладно У нас тут будет Небольшая пауза И мы будем возвращаться Со второй картой Ну я думаю Что совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok